Через среднюю бисеринку с набора по 3 Подтягиваем Дальше набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 И проходим иголочкой через черную бисеринку Подтягиваем После чего снова набираем 3 зеленых темных Проходим иголочкой через обычную зеленую Среднюю с набора по 3 Дальше набираем 5 обычных зеленых 1, 2, 3, 4, 5 И проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 Следующую Подтягиваем Далее набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 Проходим иголочкой в черную Вот так вот мы продолжаем до конца ряда Следующий ряд снова по обычаю начинаем вместе Вот мы снова с вами дошли до конца ряда Набрали последний раз 3 темные бисеринки Проходим иголочкой через черненькую и 2 зеленых после нее У меня не получилось сразу через 2 Поэтому прохожу через одну и сейчас дохожу через вторую Вот так Дальше если мы положим У нас вот раз выровняем У нас начинает уже более-менее выравниваться наше украшение Видите, оно если его хорошо растянуть вот так вот То оно уже не топорчится Продолжаем дальше Набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 Проходим иголочкой вторую бисеринку Зеленую с набора по 5 После этого набираем 3 бисеринки обычных зеленых Проходим иголочкой через одну Подтягиваем Дальше набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 И проходим иголочкой через среднюю темно-зеленую с набора по 3 Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки черного цвета Проходим иголочкой через среднюю темно-зеленую Подтягиваем Дальше набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 Проходим иголочкой через вторую бисеринку С набора по 5 Дальше набираем 3 бисеринки обычных зеленых Проходим иголочкой через одну бисеринку Подтягиваем Далее набираем 3 бисеринки темно-зеленых Проходим иголочкой через среднюю бисеринку с набора по 3 зеленую После чего набираем 3 бисеринки черных Проходим иголочкой через среднюю с набора по 3 темно-зеленую Так мы продолжаем до конца ряда и следующий ряд снова делаем вместе Дошли мы снова до конца ряда, набрали последний раз в этом ряду 3 черных бисеринки И проходим иголочкой через ту бисеринку с которой ряд начинался И через 2 последующие после нее На этом плетение вторым цветом у нас заканчивается И мы приступаем к следующему ряду Набираем 3 бисеринки темно-зеленых 1, 2, 3 И проходим иголочкой через вот этот уголочек Подтягиваем Дальше набираем снова 3 бисеринки темно-зеленых Опять проходим через среднюю бисеринку с набора по 3 зеленую После чего мы с вами набираем 3 бисеринки черного цвета И проходим иголочкой через среднюю черную бисеринку с набора по 3 Вот так подтягиваем Дальше мы снова набираем 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой через среднюю зеленую с набора по 3. Подтягиваем, набираем 3 бисеринки темно-зеленых, проходим иголочкой через уголочек вот этот. Подтягиваем, дальше набираем снова 3 бисеринки темно-зеленых, проходим иголочкой через среднюю темно-зеленую с набора по 3. Подтягиваем, дальше набираем 3 бисеринки черных, проходим иголочкой через среднюю черную бисеринку, опять набираем 3 бисеринки черных, проходим иголочкой через темно-зеленую среднюю с набора по 3. Так мы продолжаем до конца ряда и следующий ряд мы делаем снова вместе с вами. Смотрите, на вот этом вот ряду у нас должна выровняться наша вот эта вот основная часть. Она, конечно, не будет идеально ровной, да? Прям идеально она выровняется уже на последующих двух рядах, но сейчас она должна быть хотя бы неволнистой. Продолжайте самостоятельно, следующий ряд снова делаем вместе. Снова дошли мы с вами до конца ряда, набрали 3 бисеринки черных, последних в этом ряду и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинается и последующие 2 после нее. Вот, что у нас с вами должно получиться. Дальше, друзья, мы с вами набираем 5 бисеринок темно-зеленых. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой через вот эту вот среднюю с набора по 3 следующего. Подтягиваем. Дальше набираем 3 бисеринки черных. Дальше набираем 3 бисеринки черных. Проходим иголочкой через вот эту вот среднюю черную с набора по 3. Подтягиваем. Дальше набираем 3 черных бисеринки и проходим иголочкой в среднюю зеленую со следующего набора по 3. После чего набираем 5 бисеринок темно-зеленого цвета. 1, 2, 3, 4, 5. И проходим иголочкой в вторую зеленую со следующего набора по 3. Дальше, друзья, набираем 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой в среднюю черную бисеринку. После чего набираем 3 бисеринки желтого цвета и проходим иголочкой в среднюю черную с следующего набора по 3 черных. так мы продолжаем до конца ряда и следующий ряд снова делаем вместе мы снова с вами дошли до конца ряда последний раз в этом ряду набираем 3 черных бисеринки и проходим иголочкой через ту бисеринку с которой ряд у нас начинался а также через 2 последующие вышли мы с вот этой вот второй зеленой бисеринки и продолжаем плетение набираем 3 зеленых бисеринки темных и проходим иголочкой через одну бисеринку пропуская ту с которой у нас выходит ниточка прошли, подтягиваем, выровняли вот что должно получиться дальше набираем 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой через среднюю черную бисеринку вот она, прошли, подтянули дальше набираем 3 бисеринки желтых и проходим иголочкой через среднюю желтую с набора по 3 дальше набираем 3 желтых опять раз убегают от меня бисеринки раз, два, три и проходим иголочкой через среднюю черную бисеринку после чего набираем 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой через вторую бисеринку с зеленого набора по 3 подтягиваем дальше набираем 3 бисеринки зеленых раз, два, три и проходим иголочкой через вторую бисеринку зеленую подтягиваем дальше набираем 3 бисеринки черных проходим иголочкой через среднюю черную так мы продолжаем до конца ряда и следующий ряд по привычке снова будем делать вместе дошли мы снова до конца ряда набрали последний раз в этом ряду 3 черных бисеринки и проходим иголочкой через ту бисеринку с которой ряд начинался и 2 последующие после нее так, чтобы у нас ниточка выходила с верхушки нашей звездочки вот так вот подтягиваем смотрите, если мы положим и вот поравняем то у нас получается идеально ровная вот такая вот тарелочка идеально ровный кулон дальше, друзья вот у нас ниточка выходит с зеленой бисеринки набираем 3 черных бисеринки и проходим иголочкой в среднюю черную бисеринку с набора по 3 дальше, друзья мы с вами снова набираем 3 черных бисеринки и проходим иголочкой через среднюю желтую бисеринку. Подтягиваем. После этого мы с вами набираем 3 желтые бисеринки. Раз, два. И проходим иголочкой через среднюю желтую бисеринку следующего желтого набора по 3. После этого мы набираем 3 черные бисеринки. Проходим иголочкой через среднюю черную с набора по 3. Дальше, друзья, мы с вами набираем 3 черные бисеринки и проходим иголочкой через зеленую бисеринку уголковую. Вот таким вот образом мы с вами продолжаем до конца ряда. И следующий ряд снова будем делать вместе. Снова мы с вами доделали до конца ряда. Набираем последний раз в этом ряду 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой через зеленую и 2 черных бисеринки. Вот так. После чего 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой через вторую бисеринку следующего набора по 3. Опять набираем 3 бисеринки черного цвета. Проходим иголочкой через желтую бисеринку среднюю с набора по 3. После чего набираем снова 3 бисеринки черного цвета и проходим иголочкой среднюю черную следующего набора по 3. Опять набираем 3 черных бисеринки Проходим иголочкой Будьте внимательны Через вторую бисеринку с набора по 3 Также третью Также эту зеленую После зеленой Еще через 2 черных Вот так И повторяем то же, что мы сделали только что Вот тут вот до конца ряда Продолжайте работу самостоятельно Дальше мы снова будем делать вместе Вот друзья, мы с вами и закончили работу Над центральной частью Над нашим оберегом Вот она смотрится вот так И когда мы провязываем последний ряд Она у нас основательно выравнивается И получается полностью ровной Плоской вот такой вот Штуковиной Дальше, друзья, мы с вами Будем прицеплять вот эти Снизки сверху, смотрите Они прицепляются за вот эти Руны Это вот эти рунические символы Если посмотреть, если разобраться По специфике данного украшения То вот это вот руны А это звезда Это руны, которые оберегают дом Это украшение вообще считается Оберегом для дома Не знаю, действует оно или нет Но древние индейцы в это верили Дальше Напротив рун мы цепляем вот этот вот поясочек Как его цеплять, я уже показывать не буду Потому что тут абсолютно ничего сложного нет И это обычная снизка У меня получилось вот тут вот 40 бисеринок Дальше получается 15 бисеринок Потом черные 5 бисеринок оранжевых Потом черные Потом у меня 10, 10, 10 Да, между ними всеми черная бисеринка Дальше опять 5 и 15 Вот эту вот центральную часть Вот эту вот длинную черную Вы цепляете такой Какой длины вы хотите, чтобы было ваше украшение Это уже меряете исключительно индивидуально по себе И потом с другой стороны Также начинаете Продолжаете так, чтобы вот эти вот края были симметричны И дальше набираем 40 бисеринок черных Вот эти вот снизки Смотрите, они у меня тоже начинаются с рунического символа Но как нам сделать так, чтобы они были петлей? Смотрите, мы делаем вот эту вот снизку У меня получилось 30 бисеринок по 5 Вот тут вот в середине 4 А, у вас были по 5 По 3, извините, в середине 4 И дальше опять 30 И мы цепляем, смотрите Проходя через вот так вот Вот по этому направлению Вот прошли И дальше следующая снизка, которая у нас будет, выходит уже, видите, нахлёстом Дальше продолжаете абсолютно так же Опять их идет набор вот так вот И потом снова проходите вот в эту сторону И третья снизка цепляется абсолютно отдельно, опять же, за вот этот рунический символ Дальше вы продолжаете работу самостоятельно Я очень надеюсь, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен Подписывайтесь на мой канал Добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях Мне будет очень приятно их видеть И до новых встреч, новых видео, друзья мои Пока-пока